Ассаламу алейкум, друзья, приветствую вас на канале Казахстан Сегодня. У меня сегодня гость Альнур Ильяшев, гражданский активист, а также, если не ошибаюсь, ты у нас юрист по правам человека. Поправь меня, если не прав. Юрист, но просто в общем, гражданский активист и занимаюсь реализацией прав конституционных граждан здесь в Казахстане. Если я также не ошибаюсь, мы сейчас вот шли с тобой, ты меня поправь, если я опять ошибусь, ты первый человек, кому удалось за 11 лет, так я сказал, добиться митинга, допустим, к примеру, разрешение на митинг, проведение митинга. Да, в общем, по данным нашего Казахстанского международного бюро по правам человека, за 11 лет это было первое подобное мероприятие, разрешенное здесь, в городе Алматы, в частности, провели 30 июня его. Какими, с какими трудностями ты встретился, расскажи, пожалуйста, вот, когда получил вот это вот разрешение на проведение митинга? Ну, в принципе, как таковых трудностей не было уже после получения. Самая ключевая сложность была, это вообще получить изначально это разрешение и здесь, я считаю, что, скорее всего, сам факт того, что нам это разрешение дали, это результат тех событий, которые у нас были в начале июня, 9, 10, 12 июня, то, что люди выходили, были достаточно жесткие задержания массовые, там, свыше, ну, где-то около 4000 человек, насколько я помню по цифрам, было задержано, из них арестовано, там, около 1000 человек, ну, или 600, там, ну, в любом случае, это очень большая цифра, в истории Казахстана подобных вещей не было никогда ранее, и вот, чтобы их, возможно, как-то сгладить эту ситуацию, тем более, что это освещалось мировыми СМИ, то, ну, таким образом, да, гражданин Тукаев, исполняющий обязанности президента, вот, на такой волне он, так скажем, был формально признан главой государства, я считаю, что это, ну, не столь хороший знак для прихода, да, такой политической персоной легитимизации, да, ее, ну, так или иначе, это вот реальность Казахстана текущая, и, ну, мы так, также предполагали уже тогда, почему разрешение дали, потому что сейчас, насколько я знаю, пошли отказы, вот, ребята обращались ко мне, я им давал то же самое заявление, они обращаются, им дают отказы, вот, недавно опять, как мне в прошлом году, 32 раза отказывали по причине того, что, якобы, там, был начат ремонт, вот, за этим пресловутом сквере, за кинотеатром Сарарка, где формально рекомендуется решение Маслихата 2005 года проводить именно только в одном месте, сейчас уже двухмиллионный город Алматы, вот, только, ну, как бы, в той локации, хотя то же самое, насколько я помню, в Талдыкургане там, кажется, 4 места, а город-то там, ну, от силы, там, 300 тысяч населения, при всем, мы там, 4 месяца, им предоставляют возможность это реализовывать, как бы формально, хотя тоже, я так полагаю, отказывают, но в любом случае, для двухмиллионного города одно место и на 300 тысяч, это несоразмерные цифры, думаю, здесь, ну, короче, проблема сохраняется. Как прошёл митинг? Ну, в общем, в принципе, как по отзывам, потому что у меня на тот момент, учитывая то, что я был фактически ведущим этого мероприятия, там, отвечал полностью за безопасность, нет, товарищи помогли в этом вопросе, вот, Ирлан Калиев, в частности, он, как бы, у нас курировал, так называемую службу стюардов, вот, да, как службы безопасности, обеспечил порядок, чтобы там никаких провокаций не было, там, осуществляли взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, там, на случай, если что-то не так пойдёт, там, можем было, там, нейтрализовать, там, провокаторов, потому что по событиям 9-го, 10-го, 12-го видно было, что там были подготовлены люди, ну, как и, в принципе, вот, недавний инцидент, буквально в понедельник, там же в КМБЧ, на пресс-конференции, тоже, вдруг откуда ни возьмись, появились там женщины, видно, что в определённой степени часть из них была подготовлена, именно нацелена на нападение, на нейтрализацию журналистов, операторов, там, были похищены два телефона сотовых, на которых запись производилась, там, испорчена... А похищены как? Просто вырвали из рук владельцев и всё, и... То есть были отобраны, а не похищены всё-таки, да? Ну, это грабёж, так иначе, да, похищение в открытом... То есть были ограблены какие-то люди? Да. У меня вопрос такой, какие темы поднимались на этом митинге? Потому что на Фейсбуке, мы с тобой дружим на Фейсбуке, я читал один твой пост, где ты призывал, говорил то, что, ребята, если есть спикеры следи вас, да, я не берусь судить там слово в слово, не знаю, но то, что ты призывал, это что если есть спикеры, кратко хотите высказаться, давайте связывайтесь со мной. Скажи, пожалуйста, какие темы были, допустим, на этом митинге? Ну, учитывая, что тема изначально заявлялась, реализация конституционного права граждан на мирные митинги. Потому что, ну, как бы это такой своего рода стёб был, потому что вообще обращению в Акимат, проведение этого митинга, предшествовало выступление Тукаева, журналиста, ну, как в интервью Евроньюз, и он там сказал, что якобы у нас будет приниматься закон, по которому будут выделяться места, где будут проводить соответствующие мероприятия. Как бы это было сказано всему мировому сообществу, и мы как бы, ну, хотя на самом деле этот порядок уже существует, уже с 95-го года у нас там, он вот этими решениями маслехатов местных, он как бы детализирован, да, по местам проведения, и получается, ну, в глазах, по крайней мере, казахстанцев, сведущих, он как бы выглядел смешно довольно-таки. Хоть и президент, исполняющий обязанности, точнее, президент. И вот в этой связи вот такая была широкая повестка дня, да, заявлена вот вся тема. Мы как, учитывая, что на самом деле накопилось очень многое, чтобы дать возможность людям высказаться, мы сначала выступив по ключевым моментам именно с реализацией самого конституционного права, также дали другим гражданам, кому до этого отказывали выступить и сказать, что вот если бы я проводил мирный митинг, то я бы его провел на следующую тему. Ну и вот там короткие, там, две-три минуты с печи выходили у людей. Сколько людей собралось? Ну, оценки разные. Ну, на твой взгляд? Ну, несколько сотен там. Несколько? Я полагаю, что, ну, ориентирую меня где-то в пределах, там, 200-300. Это то, что я со сцены видел, потому что у нас там задник был еще, этот билборд со статьей Конституции соответствующей. И говорят, там, в тени еще люди стояли. Какой контингент был, возрастная категория? Ну, там молодежи по фотографиям очень много было тоже. Люди потом подходили в разных возрастах. Там и взрослые достаточно люди, там, и там даже некоторые на сцену рвались, там, импровизированные, там, кому-то уже за 80 даже было вот так. Они именно почему-то этот упор на свой возраст сделали, там. Ну, понимаем, да, конечно, мы с уважением относимся, но некоторых немного заносило, там, они. Это в основном были алматинцы, да, я так понимаю? Да, основная масса были алматинцы, но в то же время там были люди, которые, в принципе, из Астаны тоже приезжали, ребята выступали, там, вот, именно наблюдатели на выборах, которые были. Вопрос у меня такой, ты вот вначале затронул эту тему господина Тахаева, нашего президента. По-моему, это исполняющие обязанности президента. Но ведь его избрали. Кто его избрал? Я не избирал. Давай тогда поговорим об этом. Мне интересна вот эта вот тема, твоя позиция в этом вопросе. Потому что я, к примеру, ты юрист. По законодательству Республики Казахстан, по нашей Конституции, ты отстаиваешь некоторые статьи? Да, конечно. Всю Конституцию. Всю Конституцию. Можно ли сейчас назвать господина Тухаева президентом Республики Казахстана, не исполняющим обязанности, а президентом? Президентом, вот именно по Конституции? Гражданин любой Республики Казахстан становится таковым только в результате честных и справедливых выборов. То есть, ты сомневаешься в том, что они были честными? Да, и не то, что сомневаюсь. Есть доказательства, которые собрали независимые наблюдатели, в частности, по Алма-Ате, разница, так скажем, от минусованных. От кандидата, за которого голосовал я, чисто в силу того, что он протестный кандидат, это гражданин Кусанов. При подсчете, то, что мы собрали, как независимые наблюдатели, несколько сотен протоколов по Алма-Ате, и то, что территориальный избирательный комитет выдал данные, у них в Теркоме на 20 тысяч голосов меньше, чем по нашим протоколам, с живыми, мокрыми печатями. Хорошо, а если, к примеру, предположим, что выборы сложились бы максимально честно, допустим, не было бы каких-то… Было бы второй тур. Допустим, хорошо. На втором туре кто был бы? Господин Кусанов и господин Тухаев? Да. Господин Кусанов отказался. То есть, наша Конституция предполагает то, что, допустим… Он не отказался, он преждевременно признал свое поражение. Как сказать, точнее, даже не то, что признал, он преждевременно поздравил с некой победой, которой, на самом деле, мы считаем, не было еще, гражданина Тухаева. Хорошо. А преждевременно, пускай он сделал, но у нас по Конституции, допустим, по закону, это предполагает то, что, допустим, один кандидат может, допустим, все свои голоса дать другому кандидату? Ну, вообще… Или отказаться от гонки? От гонки – это его личное право и выбор, но это идет в нарушении принципа ключевого, то, что единственным источником власти государственной является народ. И народ через своих представителей, в результате, в том числе, выборов и референдумов, имеет право как раз-таки эту власть свою реализовывать. В данном случае гражданину Кусанову было определенное доверие продемонстрировано, проявлено со стороны граждан. Он, ну, как говорится, в силу тех или иных причин, он там не стал это оправдывать, посчитал, возможно, там, по каким-то его личным мотивам, там, или каким-то оценкам текущей общественной политической ситуации. Решил не, ну, как говорится, не продолжать эту игру, хотя, в принципе, мог и вошел бы в историю, во-первых, если проявил характер должный, ну, в его душу залазить не буду, это время потом покажет, там, чем он, действительно, если мотивировался, может, там, его запугали каким-то образом, потому что, ну, учитывая, что, вот, как… Это ему нужно предполагать. Да, предполагать, но это время потом покажет, как правило, все тайно становится… Если даже, допустим, то есть, если мы уберем все наши предположения, все наши, допустим, думаем, как оно могло бы быть, взглянем на факты. Господин Касанов вышел с президентской гонки, он признал победу господина Касанова Марта Тухаева. При этих обстоятельствах, сложившихся, ты все равно считаешь, что он незаконно избранный. То есть, допустим, я к чему говорю, Эльдор, то есть, я хочу понять твою точку зрения в плане… Только не думаю, что я отношусь как-то… Мне просто интересно, на самом деле, как я тебе и говорю, что господин Касанов отказывается, да, все такое, Но ты добиваешься справедливости конституционной какой-то, да, допустим, закон этой этапы. Ты хочешь, чтобы все было правильно. Но вот в данном случае все ведь было по закону. Господин Касанов мог это сделать, и он это сделал. Вопрос, видите, законно, безусловно. Конечно, эта сторона формально у нас всегда, зачастую, выполняется. Конечно, при этом со стороны власти очень часто укрываются определенные моменты, в частности, факт фальсификации выборов, что уже, по сути, делает их нелегитимными, да, и в частности, там, некое формальное избрание, да, там, конкретного, там, гражданина, да, того же самого, гражданина Тукаева, это сразу вопрос о легитимности ставит. Я тебе сейчас задал другой вопрос. Еще раз повторите, уточните. Я просто прошу, хочу понять твою точку зрения в плане, допустим, что даже, даже, если предположим, что были большие нарушения, что господин Касанов набрал бы гораздо больше голосов, но по факту этот человек… Смотрите, если вы говорите о нарушениях, какой может быть факт, что кто-то победил в них, если при этом использовался читинг, обман, фальсификация? Нет, я не говорю, чтобы было нарушение. Ну, мы зафиксируем. 20 тысяч исчезнувших голосов в пользу Касанова куда-то были приплюсованы. Правильно? Ну, я не знаю. Почему я тоже так, Альнор, почему я так говорю? Потому что я вот, честно скажу, я вот прекрасно понимаю, что какова бы ситуация ни была бы, все равно всегда будет какая-то сторона, которая найдет нарушение. Не бывает такого, что кто-то даже в Штатах, даже в Соединенных Штатах Америки находит какие-то… Я сейчас говорю абсолютно… Незначительная погрешность, маленькую ошибку, я согласен. Я был на выборах в Украине президентских волонтером, работал на двух турах в офисе, в киевском офисе Зеленского, в его поддержку. Я видел, как там выборы проходили. И мы все прекрасно знаем, что они прошли достаточно честно, что, в принципе, даже правящий на тот момент еще президент Порошенко, он признал поражение, несмотря на тот ресурс, который он включал, потому что я сам был свидетелем, я был на тех дебатах, которые проходили на стадионе Олимпийский. Я видел, что происходило до этого. При мне производился подкуп группы поддержки Порошенко. Прям вот при мне ребята… Я когда поднимался по эскалатору в офис, видел там какие-то женщины, там вокруг нее вились бабушки какие-то, там что-то они там ходили, там очень активно обсуждали. И потом ребята, мы им сообщили службу безопасности этого торгового комплекса, где вот это располагался офис, там о том, что вот это дело происходит. Они пошли когда снимать, в этот момент женщина, которая, оказывается, вот тут раздавала деньги вот этим бабулькам, да, за то, чтобы они массовку создали. И на самом деле это массовка была. Если посмотреть видео тех дебатов, там за Порошенко очень много людей пришло. В итоге он на стадионе, да? На стадионе. Его сектор был забит полностью, но в итоге он проиграл. Зеленский получил 73% в истории независимой Украины, это был беспрецедентный случай. Самый до него максимум 69, насколько я помню, процентов набирал только Кравчук, первый президент Украины. И то это вот на фоне распада СССР. Я просто говорю, нет, вот об этом, там выборы честные были, а здесь их не было. А вопрос такой у меня, а вот если бы не за Касанова, за кого бы ты проголосовал? Ну, сейчас понятно, что за Касанова. Нет, условно, если бы Касанова не было. Нет, неправильно задал вопрос. Вернутся сейчас, допустим, к Курне избирательной, и ты знаешь, как вот туда и тапает, допустим, что господин Касанов откажется в конце концов. Нет, я все равно проголосовал, мы же его назначили этим протестным кандидатом. Я на самом деле голосовал не за него лично, а я голосовал за протест. Тогда в этом случае, если бы господин Касанов стал бы президентом, ты был бы ему гораздо более рад, чем господин Тухаева сейчас? Да, условно, конечно. Почему? Ну, потому что человек стал бы президентом в результате честных выборов. Только из-за этого? Это уже достижение разве? Вы не считаете так? Я считаю, что… Нет, я интересуюсь твоим мнением. Ну, я вам его сказал. Любая честность в нашем государстве в современных условиях – это уже достижение. Хорошо, про честность я и не говорю, что это не достижение. Я лично голосовал, не голосовал, но так получилось по семейным обстоятельствам. Я бы голосовал за господин Тухаева. Это мое. Ваше право. То есть, это я считаю нормально. Но, опять же, если, допустим, мне нравится Римская республика, римское право, так скажем, мне нравятся вот те законы, которые они… та система, которой они придерживались. И больше всего мне в этой системе нравится Гай Юлий Цезарь. И те методы, которые он использовал в достижении своих целей. Он всегда двигался по закону. И даже против своих оппонентов, и даже против своих соперников, которые этот закон нарушали. Он говорил, мы двигаемся строго по закону. Если это разрешено, мы делаем это. Если это принято так, то мы делаем это. Более того, многие сенаторы Римской республики и республики именно, когда их, допустим, лишали гражданства и выдворяли за памперии, допустим, Рима и т.д. Они уходили с гордо поднятой головой. Почему, Альнор? Потому что они считали, да, с ними поступили несправедливо, но за ком? У тебя такие… Да, то есть, я опять же возвращаюсь к этому. Господин Хасанов отказывается от гонки. Очень много после этого выходит в интернете постов о том, что всё-таки это был засланный казачок. Много всего этого было. Ты тоже это читал, наверняка. У тебя возникали такие мысли в этом плане? Ну, то, что он действовал согласованно, это, в принципе, вся его предвыборная программа, даже на том, как, кстати, гонка его компаний. Согласован с кем? Ну, с Ахурдой. С Ахурдой? В принципе, даже… То есть, даже если бы он был в этом случае, то и честность была бы какая-то непонятная. Всё равно обман… Ну, смотрите, вопрос, дело ключевое, в выборах всегда волеизъявление народа, большей части народа за того или иного кандидата. Вот в этом… И это в данном случае, учитывая то, что у него никакая, по сути, была программа избирательная на фоне, условно, того же самого гражданина Тукаева. Но при всём при этом и все вот эти события, которые сейчас у нас происходят в обществе, это проявление протеста, недовольства значительности части граждан Казахстана с положившимся положением, политическим, социально-экономическим в нашем государстве. Всё, люди своё «фи», так скажем, высказали, в том числе часть… А приемная часть людей. Надо учитывать то, что ещё была часть, которые, так скажем, проявляли бойкот, пассивный, активный в виде выхода на митинг. Также, Аль-Нур, не стоит забывать о таких людях, как я, которые не смогли поучаствовать в выборах, но голосовали бы за господина Тукаева. Ну, так или иначе, в любом случае, наша оценка на предварительном этапе, в последующем, учитывая, что даже в тех регионах, которые ранее всегда голосовали за того же самого, условно, по крайней мере, оформлялось это голосование, как победа Назарбаева с численным перевесом, значительным, даже там произошло изменение. Хорошо. Там Тукаев набрал меньше кусанов. Если бы не было никаких нарушений, и господин Косанов также бы отказался, допустим, вести дальше гонку и т.д. и т.п., ты был бы этим доволен результатом? Что выбрали всё равно господина Тукаева? Нарушений не было? Если бы во втором туре это произошло… В первом туре. Произошло вдруг это всё в первом туре? Если бы нарушений не было и было волеизъявление ТКО, конечно, признал было. Но мы же знаем, что было не так. Я не знаю, Альнур. Я вам говорю. Просто у нас есть результаты выборов по протоколам, живым, мокрым протоколам, избит от участковых избирательной комиссии. Я почему говорю «не знаю», Альнур, я сразу объясню. Потому что, да, после выборов интернет пестрил нарушениями. Но так было всегда, в любой стране, и даже в Соединённых Штатах, и даже на Украине. То есть, я увидел ту же самую картину, которую я видел всегда и везде. То есть, в этом плане. Хорошо. Теперь давай перейдём от этой такой жёсткой темы. Мы выразили своё мнение. Друзья, кстати говоря, хочу сразу сказать, и, Альнур, тебе говорю, что ты такой очень умный человек. Мне приятно с тобой общаться. И ты понимаешь, о чём ты говоришь. И это очень-очень интересно. То есть, были у меня и оппоненты, которые не понимали, о чём говорят. С тобой приятно общаться в этом плане очень. Спасибо, спасибо. И следующий мой вопрос, следующая тема. Это ты тоже о ней говорил. Где это то, что украли два сотовых телефона, сломали видеокамеру и т.д. и т.п. Я сегодня, по-моему, буквально в интернете увидел пост Даяна. Даная. Даная. Калиевна. Да, Калиева. Ты видел её пост? Видел её видеозапись? Ну, я не всегда успеваю смотреть, она достаточно в этом отношении. У нас плодовитый блогер, так сказать. Сделал Кинжан Абенов, мой товарищ журналист, репост. Я посмотрел. Знаешь, мне стало немного непонятно. Там, где она начала уже прям обвинять и обзывать, возможно, этих женщин, которые тебе сделали, допустим, титушки, да, или как их сейчас вот называют, там, модного названия, в том, что, скорее всего, это сутенёрша проституток. Насколько это нормально? Просто, честно тебе скажу, вот как только я услышал, вот как только она начала вот так вот обвинять, помимо этого, это, конечно, такие вот обвинения, там, что там, ну, были оскорбительные слова ещё. Вот до этого момента я прям был нереально, прям, честно скажу, вот у меня как будто, я вот ничего как бы этого не видел, я думаю, блин, как они неправильно делают. Как только я вот увидел её пост, как только вот это вот, я услышал её полностью, я увидел простую вещь. Есть два противоборствующих лагеря, и они между собой грызутся. И обоим лагерям платят разные люди. Реально платят. Этим платят одни, другим платят другие. Скажи мне, насколько правильно, допустим, на какой уровень это сейчас вышло? То есть, допустим, приходят какие-то же, кого-то же нанимают. И, с одной стороны, допустим, этих женщин, ведь им платят, я так предполагаю. С одной стороны, с другой стороны, есть люди, которые понимают, что придут другие, которые им платят, и тут нужно что-то делать. И тут реально я понимаю, что обоим этим компаниям платят деньги. Вторую компанию вы какую называете? Ну, у кого украли сотовые телефоны, чьи камеры сломали. Вы считаете, что их учили? Я считаю, да. Это моё мнение субъективное. Мнение, вы можете ошибаться. Могу ошибаться. В принципе, вы и сами, мы как раз-таки с вами первый раз там и познакомились, на их площадке. То, что они получают гранты за те вещи, за которые не даёт... Что такое грант? Грант – это финансирование деятельности, зачастую, в основном, это касается некоммерческих проектов, в частности, каковым относится право защиты в Казахстане. А кем? Ну, в различные международные организации. Ну, по крайней мере, я знаю, что Хельсинский комитет, норвежское правительство финансирует, в частности, проект по мирным митингам. А Затых кто финансирует? Ну, а Затых у них, насколько мне известно, американская организация, может быть, возможно, Госдеп... Ну, так или иначе, а Затых надо признавать, что они обеспечивают альтернативное освещение происходящих процессов, и они ходят туда, куда не ходят государственные СМИ. Согласен на 100%. Да, и поэтому они дают, как бы заполняют вот эту нишу, учитывая то, что если бы они были просто казахстанскими СМИ, их бы давным-давно уже, как бы, ну, придушили, мы-то знаем, там в своё время и стреляли по транспондерам, да, ну, как сказать, транслирующие оборудование телеканала ТАН, ещё в глубоких двухтысячных. Поэтому сколько каналов было закрыто, давление там поджигали редакции и так далее, это всё это история независимого Казахстана. Поэтому здесь, находясь под защитой, там, условно, так скажем, партнёрского для Казахстана государства, каковым является США, я считаю, что здесь, ну, по крайней мере, какая-то обеспечивается альтернатива. А со стороны этих женщин это нормально? Которые нападали? Да. Как может быть нормальное преступление? Нет, ну, те, кто не делал, там же не все делали преступление. Ну, ввели, они потворствовали, это, знаете, вот в уголовном праве есть такое понятие соучастие, когда идёт распределение ролей, организатор, кто, да, вот и не этот, условно, таким, своего рода заказчиком, да, там, распределительного вот этого процесса, там, потому что там, если посмотреть видео, видно, что была такая, своего рода, там, боевая группа, так скажем, из женщин, да, которые родились, уже по-спортивному оделись, хотя лето у нас достаточно, да, жарко, именно в тот день в том числе было, там, и приходить в, как бы, в самое пекло, в спортивной одежде такую, ну, хотя, в принципе, лёгкие там майки были сверху, там, в кроссовках, и потом, в принципе, по видео видно, достаточно умело пользоваться своими руками и ногами, там, нанося удары, там, или, да, пытаясь там как-то кого-то захватить, и, как нам говорят даже те же самые там операторы, как они профессионально, да, ну, по крайней мере, со знанием делось, сняли батарею с телекамеры, с видеокамеры, это говорит о том, что была подготовка в определенный инструктаж какой-то они проходили, кто за этим… Ты когда-нибудь снимал на видеокамеру? На видеокамеру в глубоком… Ты знаешь, как снимается батарея с видеокамеры? Нет. Я просто этим занимаюсь, не надо быть профессионалом, абсолютно. Да, по крайней мере… То есть, если тебе один раз покажут, ты этого никогда не забудешь. Ну, вот, на это же надо уметь, правильно, когда один раз покажут. Да. А кто им показал? Везде могут показать. Кто? По работе. Вот девушки, которые, предполагается, многодетные матери с телевизионной, профессиональной камерой управиться, где они могли. При этом они, если бы они уже знали, значит, они были в этой среде. Аль, ты юрист? Я в юрист, да. Давайте говорить по юридическим языкам. Об этом мы на этом языке и говорим. То есть, это наше предположение. Предположение. Но, опять-таки, это одна из гипотез… Я их никак не оправдываю. Это дико. Это дико. Я согласен. Версии гражданского расследования, которое ведётся. Текущий момент, учитывая то, что бездействие проявили находившиеся на тот момент сотрудники полиции, в том числе и в гражданском, которого опознали как одного из участкового Хаоизовского района, его уже опознали. И он находился и снимал при этом на видео всё происходящее. Его имя есть, и оно сегодня на пресс-конференции было озвучено. Я уже не помню, как точнее. Евгений Александрович Жёфтис его, в частности, по имени указал. И то, что он снимал и бездействовал при этом, наблюдая всё вот это безобразие, которое там происходило, уже говорит там, наблюдая. Вот теперь самый главный вопрос у меня. Какая разница американцам тратить деньги здесь, в Казахстане? С какой целью? Ну, это большая игра, продолжение большой игры. То есть, это всё игра. И это тоже. Понятно. Поэтому я и говорю то, что я на это смотрю и вижу. Есть одна кучка, которым платят одни, есть другая кучка, которым платят другие. И всё это элемент одной большой игры. Ну, видите, если вы вторую кучку, кроме ту, которую финансирует, допустим, американская сторона, и вы другую кучку называете, как казахстанская сторона, условно говоря, да, которая при этом финансирует, да, опять-таки мы называем вот этих разъярённых, так скажем, женщин агрессивных, да, которые похищают чужое имущество, наносят побои гражданам Казахстана. В данном случае получается, что американская сторона, она потерпевшая выступила, правильно? Чем мотивирована это насилие и агрессия со стороны казахстанцев? Я, во-первых, не оправдываю, но я же говорю, я стараюсь посмотреть на это объективно. Это факт, это реальность Казахстана. Почему это происходит в этом вопросе? Это не реальность Казахстана. Это реальность? Это что? Это реальность отдельных неучей. Мы об этом говорили. Неучи абсолютно не грамотных людей. Обратите внимание, это происходит за последние два месяца, да, начиная с выборов, да? Вредители. Я уже говорил. Настоящие вредители. Вредители. Те, кто сидят. Чиновники. Которым не только в этой части. Которым чиновников мы в сторону отставляем, потому что мы до них еще не дошли. Мы речь ведем только о правоохранительных органах. Те же самые видео, да, и это событие 9-10 июня. Давайте не будем забывать, как там были тренированы ребята, которые бросались в Астане на щиты полицейских. Я подобные картинки видел в YouTube в период обучения сотрудников внутренних войск России, Казахстана. Я думаю, что там есть целые группы, которые выполняют роль бунтующей части граждан. Они прямо именно с дубинками, с ногами, причем видно было, что эти ребята, которые эту работу выполняли, они делали достаточно профессионально. И при этом в итоге, насколько я знаю, никого из них не задержали. Они так же, как выполнили свою задачу, спровоцировали и удалились. Я понимаю. Но вот мою же опять точку зрения о том, что есть две. Одним платят одни, другим платят другие. Знаете, еще вопрос в том, что за счет чего платят. Если платят за счет бюджета государственного нашего, в котором мы платим… Это минус. Я согласен с этим. Это вопиющее. Это хищение. Это хищение. И все за это надо сажать. Вот. Я в этом плане полностью согласен. Почему я, допустим, говорил то, что мы плавно перешли к очень важной теме, на мой взгляд, без толочей. Без толочей на руководящих постах Республики Казахстана. В Акиматах. В Акиматах. Тот же, допустим, Управление внутренней политики. Или сейчас называется как-то по-другому. Я этот вопрос подымал, друзья, у себя в одном из выпусков. Даже, по-моему, два делал выпуска. Это так, когда Байбек у нас был Акимом. Я говорил то, что где ведется работа. Я вижу то, что, допустим, опять же, в интернет-пространстве в Казанете активно работает одна, допустим, образно говоря, оппозиция. Насколько она сильна. Та же оппозиция Облязова. Да сколько они сильны. Я, допустим, у меня сейчас… О, Господи. Ну, я не знаю. Я, допустим, Альнор, если я делаю какой-то… Вот я сделал выпуск про Амблязова, к примеру. Я о нем высказался нелестно. Ну, меня-то как… Как меня матерят в Казанете, Альнор, я не знаю. Может быть, кого-то еще матерят, но меня жестко матерят. То есть, я просто по лайкам и дизлайкам я примерно определяю, какова, допустим, работа сейчас ведется тем же, допустим, акиматором города Алматы, управлением внутренней политики. Что делает акимат города Алматы? Сколько он, допустим, работает ли он с блогерами? Делают ли они новые проекты? Работают ли они с молодежью? Потому что именно молодежь, в конце концов, будет выходить на баррикады, делать баррикады, биться, прыгать, допустим, на эти счеты и т.д. и т.п. Работается ли, допустим, с молодыми семьями? Ведется ли работа с многодетными семьями? И т.д. и т.п. То есть, не просто устная работа, а есть ли какая-то поддержка и пятая двадцать. То есть, в этом плане, в интернет-ресурсах, сетях, я не вижу абсолютно никакой работы. Не вижу вообще. Поэтому я предполагаю, что вполне вероятно, вся, допустим, вот вверху, по крайней мере, Алма-Ата, да, вот у нас, я вот не знаю, и Астана, Нур-Султан, вполне вероятно тоже. Что там все, не знаю, насколько они вообще в принципе заинтересованы в диалоге с населением. Либо они, наоборот, работают для того, чтобы полностью дестабилизировать всю политическую, внутриполитическую обстановку в Казахстане, чтобы здесь был полнейший хаос. Потому что работать можно. Есть молодые специалисты, у нас сколько болошаковцев, у которых есть мозги. Я понимаю то, что многие кайфовали и пятая двадцатая. Но все-таки из ста будет хотя бы один нормальный. Сколько у нас молодых ребят, которые собрали... Альнур, я смотрю на тебя. Понимаешь? Наше поколение, хотя оно потеряно по образованию, не чита современному, да? Ну, то представь наши, там 95-94 годы, какое мы там получали образование и какое сейчас, это просто несравнимо. Ну, на мой опять же субъективный взгляд. Но все равно есть молодые ребята, умные, которые умеют работать. И сейчас нужно работать именно в интернете. Но все, что могут наши сделать, это обрубить интернет. Закрыть его в какие-то определенные моменты времени. Либо, допустим, сейчас какой-то кончен непонятный сертификат безопасности врубили. То есть, и работа, к примеру, с оппозицией, к примеру. Что происходит? Как оно ведется? Вот опять же, отключить интернет, либо заплатить девушкам. научить их, как вы говорите, снимать… Да? Провести инструктаж, поставить задачу. Да. Я просто сижу в интернете и думаю, ну неужели реально у нас там у власти сидят настолько тупые люди? Ну не то, что некомпетентность, она стала нормой. Я поэтому и говорю, что у нас… Нормой? Да, вот блин. Ну это же кошмар. Нет, давай исходить из того, что у нас даже так называемый Ельбасы, у него базовое образование, он технарь. Ну ладно, он где-то диссертацию по экономике защитил. Он хозяйственник. Ну самое время, самая лучшая позиция была, и он в принципе на это упор и делал. Он же вот его пресловутая вот это сначала экономика, потом политика. Хотя это должно быть вместе. По раздельности никогда не делается. Всегда вместе. Почему ты так думаешь? Потому что мы сейчас вот пожинаем вот это… Ты считаешь, что мы пожинаем из-за этого? Конечно. Почему? Нет, видите, смотрите, мы сконцентрировались на экономике когда-то, да? Благодаря ему, так скажем. И просто вот это везение, которое нам попало в виде высоких цен на сырьевые, да, товары, в 2000-х мы получили взлет такой приличный, хороший. 100 долларов были не деньгами. 100 долларов были не деньгами. Ну в Алма-те квартиры за миллион долларов продавали. Да. Сотнями тысяч исчислялось там, да, в центре там. Это, понятное дело, что это было все, так скажем, неподготовленность, да, психологическая. Людей, если бы была реальная система сдержек и противовесов, которых сейчас нету, потому что все у нас под одну персону в этой стране. Он у нас и назначает и исполнительную власть, и законодательную власть, и судебную власть. Все заточено под дно человека. И в этой связи этот человек, мы долгое время смотрели его глазами в будущее. И оказалось, он смотрел не в ту сторону. Почему ты считаешь, что он смотрел не в ту сторону? Ну, потому что вот в сегодняшней ситуации бы с этим напряжением и недовольством, высоким протестом, в том числе, да, который уже начинает крайние формы обретать, его бы не было. Была бы стабильность такая, своя, может быть, такая, периодически там происходила борьба за власть, это естественно, во всех развитых государствах она происходит. У нас бы в какой-то степени, я полагаю, что если бы правильный вектор был в этой связи выбран, просто уже определилось бы к этому моменту уже, ну, то же самое, ну, Ротан, допустим, было бы еще то же самое, оппозиционная ДВК, предположим. Они просто бы боролись в парламенте, и все, и не было бы никого там, не признавали экстремистом, и никто бы не выходил. Просто чисто ради протеста и ради демонстрации, да, вот вот этого, как бы, задержания вот этого, чтобы вот эта вся картинка расходила. Люди выходили бы и свои оппозиции бы в парламенте обозначали. Но у нас в парламенте сегодня партия власти контролирует, да, там, на 90 почти процентов голоса, и все остальные, те, которые были допущены, да, до парламентских кресел, там, Акжолык и НПК, они просто голосуют так, как им велят. То же самое переименование Астаны. Единогласно. Астана в течение 30 лет была переименована Мала? Ну, не Акмала, ну, то же самое. Ну, Султан, тем более. Почему привязались к этому Нурсултану, честно скажи мне? Кто такой Нурсултан вообще? Ну, а кто такая Астана? Не, ну, Астана еще, ладно, это А почему ладно? Почему ладно? Ну, привыкли мы. Акмала была? Вот есть такая замечательная команда Астана, велокоманда, да, там, вот такие же цвета отстаивать на международной арене. Не, не, только из-за этого? То есть все опиралось только в то, что мы привыкли? Поймите, называть столицу государства именем еще живого, так называемого, фактического руководителя государства в современном мире это попахивает чем-то каким-то, ну, как минимум диктаторством, таким комплексами неполноценности, что по-другому человек себя реализовать не может, и вот он хочет, чтобы назвали в честь него целый город. Ты считаешь, что действительно у Ельбаса есть какой-то комплекс неполноценности. Ну, зачем гоняться за тем же самым? Мне кажется, вот, свое мнение тоже по Ельбаса выражу. Мне кажется, все нормально. Что именно? Все, абсолютно. Мне нравится все, честно скажу. Тебя может нравиться. Да нет, я понимаю то, что кому-то может что-то не нравится, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне лично, допустим, то, что переименовали столицу республики Казахстана, Нур-Султан, вообще ни холодно, ни жарко. Абсолютно меня никак ни в каком месте не трогает. Когда в первый раз это вот господин Тухаев, да, когда он эту инициативу сказал, да, потом он там будет, там предлагает и т.д. и т.п. Вообще абсолютно никак не. Вот честно скажу. Ну, она была, я жил, когда она была Целиноградом, этот город. Его потом переименовали в Акмалу. Ну и ладно. Потом его переименовали в Астану. Да господи, ради бога. Сейчас его переименовали в Нур-Султан. Ну и ладно. И я предполагаю, что переименуют еще раз. Какую-то другую. То есть, я говорю, за эти 30 лет этот город был переименован несколько раз. И только в этот раз такой большой ажиотаж. И это, знаешь, это больше похоже на какую-то личную неприязнь. Какой-то протест против всего, знаешь. Вот против всего, что было. Против того сложного переходного периода, который был у Казахстана. Допустим, 90-е годы. Против тех же, вот против того, что как, знаешь, вот, Аль-Нур, я сейчас тебе говорю то, что вот я сейчас чувствую и думаю. Оно похоже на то, что вот раньше я почему-то молчал, а сейчас вот вроде бы могу говорить и буду говорить полную ерунду. Не потому что, допустим, я тупой, а потому что можно. Вдруг в какой-то момент времени, когда Целиноград был Целиноградом, переименовали в Ахмалу, мы все молчали. Потом Ахмалу переименовали в Астану, мы тоже молчали. Но сейчас во что бы не переименовали город Астана, пускай обратно в Ахмалу. Я почему-то думаю, вот протесты какие-то были бы такие же. Просто из-за того, что нужно протестовать. Просто потому, что можно протестовать. Вот честно скажу, я хочу сказать то, что опять же свое мнение относительно Ельбаса. Этот человек оказался в нужное время для Казахстана в целом. Я считаю, что его заслуга, я сейчас говорю откровенно, потому что я вообще что-то не понял, неоценимая его заслуга для Казахстана. Были моменты, где нужно чем-то жертвовать. Жертвы были. Я себя на месте Ельбаса представить себя не могу никак. Абсолютно. Я себя не возвышаю и не принижаю. То, что он испытывает огромный груз ответственности за Казахстан, я считаю, огроменный. Его работа была просто нереально чудовищная. То есть, да, были ошибки. Ошибки есть у всех. Но сейчас почему-то такое впечатление ссылается, вот последние, вот допустим, год, да? Год, да? Вот последний, да? Ну, прям, ну, как? Ну, мне это не нравится, честно скажу. Это, знаешь, это попахивает в прошлом лицемерием. Знаешь, вот раньше никто так не говорил. А сейчас вот начали говорить. Вы хотя бы будьте последовательны. Но мне так хочется крикнуть. Не тебе, Альнор. Не тебе, Альнор. Понимаешь? Потому что ты, по крайней мере, говоришь и не боишься говорить такие вещи, которые не могут говорить другие. Но я хочу, чтобы ты знал, вот ты попросил, что ты думаешь. Я тебе сказал, что я думаю. Я уважаю тоже это твое мнение. Оно имеет право на жизнь. Другая сторона, я тебе отвечу, да? Согласен с тем, что он выполнил свою историческую роль на определенном этапе. Выполнил так или иначе, ну, по моим оценкам, как минимум удовлетворительно. Именно в части формирования, создания государства независимого, да? Это построение институтов. То, что он сделал выбор не в ту сторону, да? Которое сейчас нас завело в такое положение, всю нашу страну и весь наш народ, как бы это, это вопрос уже истории. Согласен. Все вопрос истории уже. Другая сторона, из этой же истории возьмем, да, ну, вот, такое понятие, как вовремя уйти и передать. Да? Вот это, к сожалению, он не смог сделать. При всем, при том, что он ушел добровольно, в то же время он не ушел полностью. Ну, время еще есть. Ну, время… Ну, дай Бог, иншаллах, время покажет. Другая сторона, просто также еще раз, да, хочу напомнить такой момент, что в истории, в принципе, да, того же самого Советского Союза, вот, у нас, да, есть такое, это почетное звание, да, которое до сих пор и Казахстане, в том числе, ценится, уважается. Это звание Героя Советского Союза. Просто так, как бы кому не давали, однозначно. Да, да, согласен. И вот, есть такие прецеденты в истории того же самого Советского Союза, когда этих самых героев, их в последующем лишали этих званий. Я знаю. За совершенные преступления. Угу. Потому что человеку, как ты говоришь, в принципе, свойственно там ошибаться, но вот, когда на кону стоит судьба целого государства и народа, здесь цена ошибки, она выше становится. Я согласен с тобой, Илья. Ну, мне кажется, ты здесь преувеличиваешь. В чем? Преувеличиваешь. Я скажу в чем. Я считаю, что у нас, в Казахстане, иншаллах, все по-любому будет хорошо. Ну, да, мы над этим работаем. Сейчас, сейчас уже пошел ветер перемен. Уже пошли какие-то, допустим, к примеру, год назад, никто не мог, все говорили, 3-4 года, да, еще будет у нас этот президент. Потом он уйдет с этого поста. Никто не предполагал, что Наштал Бишич возьмет и уйдет со своего поста. Мы этого не предполагали. Сейчас уже прошел какой-то путь. В смысле, какой-то шаг уже сделан. И я думаю, что впереди нас ждут все новые и новые реформы. Я думаю, все хорошо в любом случае здесь происходит. Я уверен, что у нас по-любому. Там, где сидят правильные люди, где должны сидеть нормально, я думаю, что это нормальные, пацаны. Я вот так думаю. И что у нас будет в любом случае все хорошо. И даже, не то, что даже, извиняюсь, твоя работа тоже определенный кирпичик к этому нашему хорошему, светлому будущему. Потому что я, опять же говорю, Эльнур, я знаю то, что должен быть противобес, должен быть баланс этого всего. Все должно быть в балансе. Я тоже по натуре оптимист, стремлюсь к этому, да, позитивное мышление и так далее. Другая сторона, надо исходить в том числе из реалий. Реалий текущего периода, да, казахстанского и нашего состояния общества, это вот событие позавчерашнего дня. То же самое нападение на журналистов, которого никогда ранее не было, оно начало, несмотря на вот так называемый твой озвученный ветер перемен, который вот мы вроде бы предвкушаем, да, вот у нас вот перемены пошли в какую-то непонятную сторону. Нет, почему же? Ну что, ты считаешь, насилие это нормально? Я считаю, что вам нужно перестраиваться, допустим, да, журналистом Азотых, в частности, нужно, как минимум, зайти в зал ММА и взять с собой двух-трех девочек, которые смело дадут отпор любой кому надо. Это нормально? Я считаю, что нужно, знаешь, вот, допустим, если наше государство, допустим, да, упустило абсолютно вожжи, допустим, да, интернет-ресурса, не отпускайте эти вожжи вы, не наступайте на грабли, на которые уже наступили. Если с вами предполагают, там, допустим, фехтоваться на саблях, не берите рапиру, возьмите саблю. Знаете, вы вот… Я думаю, знаете что, Альнор, Альнор, я даже думаю, знаешь, как вот произойдет, если вы зайдете туда с парочкой девочек, которые будут так же одеты, как надо, этого конфликта не будет, потому что эти люди, которым заплатили, они не будут своими физиономиями что-то рисковать от этой этапы. Я не говорю, что там будет драка, я наоборот говорю, что если вы придете и вы будете при пистолетах, то на вас не будут как-то наезжать. Просто, если вы будете себя чувствовать уверенно, либо, если вы будете ждать этого нападения, вы хотите показать, что вас бьют, избивают, воруют телефоны и т.д. и т.п., это, конечно, другая история. Если у вас такая цель, то нормально, но если же вы хотите нормально осветить какие-то мероприятия и т.д. и т.п., на которые вы пришли, так будьте при оружии. Будьте при оружии. Либо я могу предположить только одно, вы хотите, допустим, они, извиняюсь, хотят, чтобы на них напали, хотят, чтобы у них забрали что-то такое, и чтобы потом это предоставить вот так вот в Европе демократические пятые-двадцатые. Для меня это более чем очевидно. Если ты хочешь выйти в ММА-клетку и не получить папаху, ну, один как минимум… Войми, в этот, сула, ММА-клетка, это ММА-клетка, это не пресс-зал. Я понимаю. Мне кажется, чуть-чуть немного… Я понимаю. Возможно, у тебя вот этот отпечаток бойца там и так далее… Нет, нет, нет. Войми, вот то, что ты сейчас сказал… Это психология. Это вопрос… Это абсолютно… Если вы туда пройдете с этими девочками… Мы… В каком обществе? Предполагается… Да вас не будут лезть. Я согласен. 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 Гражданское общество мы строим правила. Но какая ваша цель? Вы хотите осветить это событие или же вы всё это хотите, чтобы на вас напали и… Смотри, во-первых, не моя цель, да? Нет, я имею в виду… Извиняюсь, извиняюсь. Да, СМИ в данном случае выступили жертвой. Ты знаешь, да, что это четвёртая власть. Согласен. Да, конечно. Которая является одним из каналов передачи информации до власти первой, фактически, управляющей государством. Для всей. Для всего государства. СМИ для того, чтобы показать то, чего не покажут им, допустим, государственные каналы в силу их редакционной политики, потому что они не хотят, так скажем, негатив демонстрировать. У нас это имеется в виду, не в идеале. Нет, мы в идеале в том числе так же. Есть альтернативные каналы передачи. И вот в этой связи говорить о том, что в том государстве, которое стремится войти в тридцатку развитых, как раз-таки, да, по мнению так называемой Ельбасы, по его программе и цели, да, подобные вещи недопустимы. Я согласен. И тогда зачем говорить о том, что давайте будем эскалацией насилия заниматься? Согласен. Еще раз. Я понимаю. Если вы хотите… Нет, я согласен. Это неправильная моя позиция. То, что я сказал вам. Это неправильно относительно того, что мы хотим построить. Но если мы хотим прийти к этому, либо вы хотите осветить что-то. Допустим, вот журналисты, если они хотят осветить это, и они хотят, допустим, либо они хотят показать, как с ними относятся. Если они хотят это нормально, так будьте при оружии, как говорится. Будьте при оружии и драться там не надо, там драться точно не будет. Еще раз. Еще раз. Вот у тебя сейчас есть этот… Я просто ищу пути выхода из ситуации. Вот пути выхода, простой путь выхода. Где у тебя здесь клетка, ты натренирован, где твоя рапира так называемая. Сейчас мы с тобой ведем, ты как СМИ сейчас выступаешь, правильно? Да. Вот где твоя рапира? А вдруг я сейчас пришел и тебе сейчас вот этим телефоном, условно говоря, настучу, там еще что-то сделаю. Условно говоря. Где? Подожди. Опять-таки. Либо сейчас заявят сюда. Сейчас ты меня, к примеру, предположим, ты мне раз настучал, тогда в следующий раз, в следующий раз, естественно, я постараюсь предотвратить твои действия. Ну, ты просто меня не пригласишь. А, допустим, надо будет пригласить. Ну, я… Как и эти журналисты. Им надо будет туда пойти в любом случае. Я не знаю то, что там будет что-то это. Они знают. Вот стрингеры… Либо мы будем снимать, либо мы будем страдать. В условиях войны журналисты-стрингеры, да, так называемые, которые именно по горячим точкам ездят, они, само собой, к этому готовы. В том числе, к тому, что им голову отрежут террористы и так далее. Там, как бы, моральные, они здесь, там, те или иные страховки, там, либо просто вот едут, потому что они, там, какое-то удовольствие, там, драйв получают от этого всего. Но мы в мирном же государстве живем. Я понимаю. Мы же хотим мира в этом, в обществе. Зачем тогда вот такие меры принимаются? Вот дальнюю… Я это понимаю. Вот те люди, которые за этим всем стоят, они до конца не понимают. Вот ты понимаешь, они этого не понимают. Вот те вещи, которые ты перед нашей встречей говорил о топорности действий, налицо. Да, да. Абсолютная топорность действий. Абсолютная. Кто вот эту информационную политику формирует… Однозначно я согласен. Это тупизм. Это просто безграмотность. Это, к сожалению, то… Поэтому не надо на их мельницу лить воду, высказывания относительно ММА, рапиры и так далее. Подожди, подожди, когда мне что-то нужно, я буду этого добиваться всеми какими-то возможными способами. Конечно. Законными. Законными. Я не призываю драться. Я не призываю драться. Я призываю сделать устрашающий вид. Ведь это законно. Устрашающий вид должен обеспечивать полицейские, которые находятся в числе этих нападающих. А эти журналисты, если они сделают устрашающий вид, это противозаконно? Это ненормально будет. Хорошо. У журналиста своя работа. Он должен освещать события. Но ведь это входит в рамки закона. Чего? Не входит, по крайней мере. Это в рамки не входит. Почему? Если я приду, допустим, с телохранителем, но этот телохранитель не будет никому угрожать или бить кого-то. Это в рамках закона? Он будет стоять со мной. Я понимаю, если бы ты был той персоной, которая, предполагается, должен был подвергнуться нападению. В данном случае журналисты, максимум, что делали до этого нурботы, это просто зонтиками закрывали и мешали им производить съемку. Вот следующее, как ты думаешь… А вот здесь идёт эспа так, получается по экспоненте растёт, экскалация, насилие идёт. Ну вот как ты думаешь, теперь они готовы к этому? А мы не будем их проводить к тому, что они должны быть готовы. Они выполняют свою работу. Смотри, снимать картинку и брать интервью, и при этом быть в напряжении, постоянно в ожидании, что на тебя кто-то нападут, ты не сможешь профессионально выполнять свою работу. Для этого я предлагаю на ней телохранители. Мы телохранители не можем им обеспечить, это очень дорого и затратно, мы не хотим демонстрировать, что Казахстан уже в такую пучину погрузился, мрака, чтобы на весь мир было известно… То есть чего-то вы хотите не показывать? Ну это реалия, почему это не показать? Ещё раз. Это же реалия, это то, что есть на самом деле. Ну тогда давай вот это будем запишем в достижение Ельбасы, что вот у нас журналисты ходят с телохранителями. Я думаю, что это не достижение Ельбасы, мы об этом уже говорили. Ещё раз, чего это достижение? Хорошо, это достижение неграмотных людей. Под руководством Ельбасы. Не под руководством Ельбасы. Я думаю, что здесь идёт вредительство, я говорил. Вредительство, пускай даже будет так. Хорошо, кто этих людей вписал туда? Я не думаю, что Ельбасы… В кадровую политику определял, на протяжении десятилетий кто? Согласен. Согласен с этим, что есть ошибки у каждого человека. Кто-то назначает не тех людей. Кто-то назначает не тех людей, которые сейчас вредят. Кому это может вредить, скажи? Это вредит исключительно Ельбасе, если на то пошло. Но он же не будет делать какие-то вещи, которые ему вредят. О чём говорит? О некомпетентности. Это говорит о том, что были поставлены, допустим, в Алма-Ате непосредственно, в частности, здесь стоят там, где должны стоять нормальные люди, которые понимают, как нужно вести работу, стоят не те люди. И их нужно сейчас убирать с этих мест. И вот они показали свою некомпетентность. И теперь их нужно с этих мест убирать. Для того, чтобы таких вопиющих случаев не возникало. Вот что я думаю. То есть сразу же, допустим, поставить тебе на какой-то пост и сказать, что Альмир всегда будет делать только так, в таких экстремальных ситуациях будет принимать только такие решения, я не могу. И если ты вдруг сделаешь что-то не то, это не означает то, что я глуп. Это означает то, что ты превысил кредит доверия. То, что тебе доверили что, с чем ты не справился, ты пошел в сторону. То есть я хочу сказать об этом. Нельзя говорить то, что вот раз вот, все, вот ты из-за этого тупой. Вот ты назначил его, все, ты никакой. Да нет. Не справился человек. И сейчас его нужно убирать с этого места, я считаю. Сейчас этих людей нужно поголовно брать и ставить нормальных людей, которые могут вести диалог. Я был на вашей пресс-конференции одной. Я не заметил, не услышал ни одного, допустим, не то, что адекватного, неправильно, вопроса, который можно было задать. Я задал этот вопрос. Я сказал, кто здесь есть из проправительственных СМИ. Я сказал, я здесь. Я здесь. Я поднял свою руку. Я сказал, два раза это все. То есть, почему туда не ходят журналисты, которые, допустим, с другой компанией, которые могут также задавать вопросы. То есть, не ходят. Либо потому, что некомпетенты, тупицы, либо потому, что там сидят вредители. Я просто другого, Альнур. Выход из этого. В принципе, вредительство – это выражение времен 30-х годов прошлого столетия. Сейчас это и методы 30-х годов прошлого столетия. Вот это же методы тех, если не Римской империи. Возвращаемся к прежней риторике. Схожи, схожи. Согласен. Есть параллели. Вот так. Сколько мы уже сидим, Альнур? Мы сидим с тобой очень долго. Вау. Под час точно. Под час мы даже, наверное, более. И еще одна тема, о которой я с тобой хотел поговорить. Ты не спешишь или нет? Давай закончим. Муфтар Джекишев. Прошло слушание, апелляция по поводу его апелляции. Отказали. Ну, не апелляция, а вопрос об условно-досрочном освобождении. Да, а условно-досрочное освобождение. Я, знаешь, в 2009 году его, если не ошибаюсь, посадили. Действовали на… На 14 лет. Я специально зашел, я был абсолютно не в курсе, что он директор «Каза Томпрома», как я понял, был в свое время. Я посмотрел, почему его посадили. Его посадили за хищение государственных средств, плюс коррупция. Ну, по обвинению в этих… Обвинения. По этому обвинению. В которых многие сомневаются, что действительно имело место. Твое мнение об этом? Случай? Насколько? Ну, я его, считаю, и тогда считал профессионалом, учитывая, что на тот момент он, в моем понимании, рвал шаблоны, именно как управленец в таком, в хорошем, позитивном смысле этого слова. Он был нестандартен, такой стратег. Я, признаюсь, тогда вот с радостью наблюдал вот за теми шагами, которые под его руководством осуществлял «Каза Томпром». И вот видел в том числе видео, которое, так скажем, да, лик был. Кто-то из сотрудников КНБ выложил в YouTube его допрос по вот этим событиям, где он объяснял, что там далеко не какая-то, да, условно экономика и криминал, а политика. Причем, я так понял с его слов, это политика соседнего государства, нашего северного соседа. Да, они были, ну, это тоже, да, здесь уже как предположение, там, поэтому вглубь уходить не буду. Но так или иначе, что сам факт, что человека такого уровня берут и осуждают, тем более, что таких прямых доказательств его вины я не усмотрел, хотя и вот пытался разглядеть тех материалов, которые в СМИ присутствовали, но так и не нашел. При всем своем желании разобраться в этой ситуации, я этого не нашел. В этой связи, учитывая то, что он сейчас болен по той информации, ну, вот как и, в принципе, мой товарищ Марат Турмбетов, он тоже, да, в схожем положении, там, находясь, там, в местах заключения, там, нуждаясь в медицинской помощи, там, я знаю, как, на кого, насколько сложно, да, людям в таком положении там находиться. Здесь больше политика, и тем более, что его связывают с опальным Мухтаром Облязовым, учитывая то, что они в свое время были друзья, и где-то там даже информация проходила, что как раз-таки Джакишев выступал одним из гарантов того, что, как бы, и просители об освобождении Мухтара Облязова еще там двухтысячных в начале. И здесь, возможно, какие-то вот эти моменты там политические сыграли, и вот сейчас он в таком положении находится. Ну, в том числе, вот одна из тем, которая на нашем митинге в резолюции прозвучала, это было для построения, выстраивания диалога, то стоял вопрос о освобождении политических заключенных, в числе которых было указано. А он разве политические заключенные? Мы его считаем политическим заключенным, потому что, учитывая, что те обвинения, которые ему предъявили, они для нас не столь очевидны, я здесь уже вследствие не буду, потому что, как там утверждают, что часть материалов, она носит секретный характер, учитывая, что… Ну, ты допускаешь, что он все-таки не политический, да? Нет, я, учитывая ту информацию, которую я вот за это время, наблюдая за этими всеми процессами, получил к сегодняшнему дню, да, общался с людьми, которые, да, были с ним знакомы, там, так или иначе, да, там, ну, знакомились с его материалами дела, поддерживали, участвовали там в судебных заседаниях и так далее, там, я исхожу, что все-таки это мое мнение, опять-таки, личное, что… Ты можешь ошибаться. Ну, это мое мнение, опять-таки, это мое личное мнение, что это вот, это его ситуация носит политический характер. Учитывая, что мы сейчас хотим какие-то изменения в политике, да, опять-таки, каких-то позитивных, да, благоприятных для всего общества изменений, политических, в первую очередь, я считаю, что имеет смысл его освободить. 10 лет. А Митар Аблезова освободили, и после этого он стал директором БТА-банка, и после этого, что произошло, ты знаешь. Это нормально, как ты думаешь? Ну, это естественная борьба идет, учитывая то, что он в ДВК ушел не сразу, там вопрос с Татишевым, как бы, для меня тоже открытый, там, ну, то, что, так или иначе, это трагическое событие произошло с его гибелью, да, там, возможно, это убийство. То есть, насколько была именно очевидна связь, там, между Аблезовым и вот тем же самым Токмади, мне сейчас сложно судить, потому что, опять-таки, да, учитывая, что вот на этой волне, если столько времени молчали, почему-то, да, длительное время, хотя и тогда вот эти подозрения тоже звучали, что это был убийство, но потом взяли и сделали из него, там, этот несчастный случай, там, длительные годы, да, это все вот в таком контексте предоставлялось, но потом в один момент, там, в прошлом году этот вопрос в обратную сторону развернулся. Вот это, это уже говорит… По поводу хищения средств? Ну, то, что это произошло, это, ну, так или иначе, факт, учитывая, что в Казахстане, к сожалению, это норма. Он не он один это сделал, это надо понимать. Я понимаю, но мы сейчас говорим о нем. О нем, ну, сделал, да, это требует осуждения, но в то же время, учитывая, что это политический контекст, здесь просто только в уголовной плоскости сложно рассматривать, это надо всегда вот эту политическую часть, составляющую понимать, что это идет борьба именно за ресурсы, и этот человек, он сейчас эти ресурсы в какой-то степени использует для того, чтобы эту свою борьбу вести. То, насколько это было, там, связано с тем, чтобы, там, прикрыть преступления, да, там, своей политической деятельностью уже нынешней, там, да, вот, совершенной, чтобы как-то избежать, там, экстрадиции, то же самое, там. Ну, теоретически тоже может быть такое. Я не утверждаю, но, в принципе, тактика такая, она тоже существует, там, этот велосипед тут, он не придумал. То есть, ты склоняешься именно к этому мнению? Я знаю, здесь я таких суждений делать не буду, но то, что происходит, так или иначе, и роль, да, его личности в текущий момент на процессы, происходящие в стране для того, чтобы вещать альтернативную, да, точку зрения для граждан, пусть находясь за рубежом, что, возможно, как раз таки обеспечит ему некую безопасность это делать, в отличие от того, что здесь, в Казахстане, допустим, мы не всех вещей можем, там, говорить, да, не ко всему, там, призывать, там, хотя, может быть, там, где-то в глубине души этого желаем, он это делает, определенные вещи, да, там, и его, какая-то часть граждан наших поддержит, причем поддерживает активно. А ты? Они готовы идти, там, в том числе, да, там, на определенные места, там, стеснения, там, вот сейчас вот женщин, там, ну, как по обвинению со связью с его организацией, там, лишили, там, общения с детьми, да, их заключили под арест, как бы это их выбор, и они считают, что это того стоит. А вот ты сам, как, допустим? Я к нему, я отношусь к его деятельности, как к историческому процессу неизбежному, потому что, если бы не было бы Назарбаева в том виде, в каком он есть, не было бы и обвязывал, соответственно, потому что Назарбаев в свое время, он позволял этим вещам происходить, он позволял, потому что здесь вот говорить, что только Аблязов виноват, что он такой условный демон, там, и так далее, там, здесь это не совсем правда будет. Они такие же продукты, вот, как и Тасмагомбетов, только он, там, на другой Ниве, там, да, развивался и двигался, вот те же самые наши предприниматели многие, да, которые вот создали неэффективную экономику нашего государства, да, это продукты также Назарбаева. Хорошо, Альнор, я вот в этом не совсем хорошо разбираюсь, поэтому парировать тебе не могу, честно тебе скажу. Ну, это история, потом время растает, и после кончины Назарбаева легче будут эти вещи воспринимать и думать об этом. там, сейчас, как бы, он давлеет, даже сейчас нету, там, да, вот эти люди уже ушли, да, мы можем, там, о Джимми Моррисоне поговорить, там, о Хейнгрессе, да. В принципе, там, ну, их уже нет. А он еще есть, и он, в принципе, достаточно влиятельен в этой стране, да, даже, как бы, его условная, там, тень, да, уже, там, каких-то людей заставляет, или наличие портрета в кабинете заставляет какие-то вещи делать, там, думая о том, что они делают ему во благо, да, там, и что благодаря этому они, там, могут каких-то бонусов для себя обрести в будущем. Альнор, я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Мне было безумно приятно с тобой общаться. Я так понимаю, ты понял, да, что мы с тобой в некоторых вещах вообще… Нет, ну, это нормально, это в этом туры… Это супер, то есть я тебе объяснил свою точку зрения, ты мне объяснил свою точку зрения, и в этом, наверное, заключается, что вот баланс, баланс того, что должен присутствовать в нашем родном Казахстане, и я надеюсь, то, что… И уважение. 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 Да, уважение. К мнению, там, пусть и не соглашается. Не уважаете кого-то, вы не уважаете сами себя, друзья. Да, и вот я заверяю о том, что у Сулы в доме, он меня пригласил домой, чтобы мы это видео засняли, что здесь нету боевых женщин, которые сейчас могли бы меня там припугнуть. Ну, в принципе, вы по ходу нашего общения поняли, что угроз никаких здесь нет. Друзья, вы были на канале «Казахстан сегодня», обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула и Альнур Ильяша. Всем пока. Ассалам алейкум. Ари ведерчи. Ассалам алейкум. Сау был нас.